всем привет сегодняшнее видео будет у нас про канареек значит разберем тему многие спрашивают когда можно отсаживать птенчиков птенчики вылупились потом они вылетели из гнезда и когда все-таки можно их отсаживать вот перед вами птенчики которым сегодня 31 день этих птенцов я отсадил в возрасте 30 дней ровно в 30 дней не удалось них зафиксировать а вот сегодня есть минутка сейчас вам покажу расскажу как все это происходит и что нужно делать чего не нужно делать значит таким образом у нас вот выглядят птенцы канарейки в возрасте 31 день по размеру они в принципе уже почти как родители ну возможно немножко по объему может быть немножко уступают а так каркас тела сформирован хвост вырос крылья выросли все как положено таких птенцов в принципе можно было и отсадить на 25 день но там ситуация развивалась благополучно и птенцы до сидели до 30 дня в принципе чем больше они посидят тем лучше хуже не будет если чуть больше посидят а благополучно складывалась ситуация я подразумеваю то что самка их няма маша сейчас я вам ее покажу вот эта пара значит самка сидела на яйцах а птенцы сидели на соседней жердочке и особо не мешали не мешали в том плане что яйца они не пачкали мне не приходилось ставить дополнительное гнездо ничего все было нормально а вот допустим соседняя пара здесь здесь птенцы тоже уже готовятся к вылету я вчера им поменял гнездо поставил абсолютно чистое гнездо но на сегодняшний день здесь два яйца и вчера допустим была первая сегодня утром было второе сейчас я вам их покажу важно что они сейчас похожи тут приходится яйца убирать я вот сюда отдельно положил вот здесь яйца видите одно яйцо уже грязное в принципе теперь придется его как-то аккуратненько помыть от этого от загрязнений шкарлупы потому что в таком яйце эмбрион может погибнуть а это вот второе яйцо чистое вот я убрал а птенцам здесь еще рано отсаживаться им только наступил 25 день где он тут у меня это папа а нет это не папа это другой папа теперь у них будет ну в общем вот такие вот бывают ситуации бывает самка благополучно переходит на вторую кладку бывает птенцы пачкают яйца здесь надо вовремя как бы наблюдать следить или ставить дополнительное гнездо в клетку если есть такая возможность или просто пытаться убирать яйца чтобы не пачкали но в принципе в основном всегда все проходит нормально это вот почему-то так птенцы запачкали так хотелось бы еще затронуть тему питания птенцов по поводу кормления значит кормление у них получается то же самое зерносмесь по большому счету стандартная классическая зерносмесь здесь буду сейчас вам говорить в соотношении здесь допустим три банки проса три банки рапса и одна банка канареечного семя где-то четверть банки составляет лен четверть банки составляет мак и четверть банки семечки и конопляное семя это только для выращивания молодняка примерно вот когда они сами сидят такую смесь ну я допустим даю где-то до пятого месяца после пятого месяца с этой смеси я убираю коноплю семечки мак потому что это жирный жирный продукт который может птица набрать жир и перестать петь нам же надо еще что песня была хорошая что птица активно пела это что касается зерносмеси в принципе зерносмесь может а еще можно сюда овса добавить зерносмесь каждый заводчик считает что у него хорошие ну есть много разных рецептов и каждый рецепт он особенно нет такого что вот это плохой этот хороший все условно хорошие по поводу мягкого корма здесь яйцо и морковка кладу отдельно на тарелку это они сейчас уже расклевали и перемешали все так у меня здесь отдельно морковка здесь отдельно кусок кусочек яйца лежит это они расклевали а пророщенное видите уже съели вот одна семечка осталось тут еще пророщенное было с утра с утра это значит где-то в 6 утра была у них такая порция сейчас на момент съемки у нас три часа дня пророщенко съедено яйцо практически сведено морковку я обновил ну такое вот питание можно также предлагать немножко зелени зелень это можно лист салата ну по сезону смотрите если есть лист салата давайте есть одуванчик мокрица можно одуванчик мокрица морковка кстати тоже не забывайте это сейчас зелень надо обязательно давать ну вначале начинайте давать понемножку чтобы птица чтобы пищеварение нормально у нее там сформировалась и все было прекрасно без всяких проблем поэтому надо зелень вводить по постепенно ограничено ну и естественно зелень это морковка то есть морковная ботва одуванчики они содержат большое количество каротина а каратин отвечает за окрас то есть чем больше каротина будет тем будет ярче ваша птица и красивее насыщенный цвет будет вот я наблюдаю за этим в этой птичкой которая вот однотонная и она с каждым днем становится контрастней поначалу вообще было белесое сейчас вот я думаю по итогу будет оранжевым цветом эта птица так ну в общем вот по поводу отсадки я считаю рассказал вам нормально если какие то есть вопросы непонятки помните что в комментариях можно написать любой вопрос отвечу что знаю это значит то по поводу того что когда отсаживать птенцов канарейки уяснились на 30 день кормления показал рассказал понятно отсадили кормления все вы в курсе продолжайте не забывайте ставить поилки то есть эти купалки на дверцу вежите чтобы птенцы потихоньку начинали к этому приобщаться потому что купание это очень полезно для здоровья для окраса в общем если ваша канарейка купается часто значит она у вас здоровая те канарейки которые не купаются можно подозревать что там какое то есть у них недомогание переходим к следующей теме по поводу что что происходит дальше с родителями в основном в основном значит с родителями происходит то что они сидят следующую или очередную кладку кому как удобно если ваши канарейки одну кладку сделали то они сразу же сразу же без всяких без всяких отдыхов не надо там снимать гнездо чтобы они отдохнули нет это будет неправильно если вы сделаете такую ошибку то ваша канарейка снесется на пол и переведет и пропадут яйца вы просто потеряете время канарейки так устроены что они несутся сразу у них идет первая кладка потом птенцы вылетают она начинает нести вторую кладку потом вылупляются вылетают птенцы снова и канарейка идет на третью кладку это при хорошем раскладе если у вас хорошее питание хорошее содержание то канарейка даст вам три кладки без проблем если вы думаете что это перегрузка то хотя бы делайте две кладки это тоже норма то есть считается две три кладки 4 кладки я вам не советую потому что при четвертой кладки птенец птенец мельчает и у вас получится мини канарейки тогда это уже будет совсем но это будет тоже нарушение правил разведения канарейки вот видите самец дал окраску одному птенцу сто процентов сходства передал вот эта пара а а вот соседняя пара сейчас покажу вот соседняя пара обратите внимание самка вон она морковная такая бледно морковная вот у стенки а самец вот желтый видите как им дали птенцов птенцы с помарками это перешли гены бабушек дедушек возможно даже прадедушек и прабабушек в этом плане вот когда вы вы поруете самца и самку смотрите там чтобы они были красивые значит дети будут такие же это немножко не так дети перенимают в основном окрас дедушки и бабушки то есть если бабушка была с помарками то они будут эти помарки вот на вну получается это как внуки той канарейки которая была родителями этой пары то есть это надо учитывать тоже ну это большая обширная тема тут так я сейчас в одиночку я толком не смогу прокомментировать но в принципе вот на это надо задумываться чтобы получить красивый окрас но зато теперь эти дети они склонны будут к желтому то есть если мы сейчас этих этих пеструшек спаруем с абсолютно чисто желтым допустим чисто желтым цветом то мы получим уже более чистую желтую канарейку если не прав можете меня поправить написать комментариях обсудим совместно также надо затронуть тему я ранее снимал видео как спасти канарейку я спасал ее лампочкой по-прежнему лампочка висит ну на всякий случай греет потому что были было холодно морозы тут было неуютно она под лампочкой полностью отнеслась ну и благополучно высиживает яйца самца я от нее убрал в эту клетку посадил он теперь здесь а он там пока не нужен также хочу отметить такой вот небольшой минус какой может быть минус в самках вот у меня перед вами сейчас три вот здесь 1 здесь 2 здесь вверху 33 самки они все вот такого цвета морковные и вот у каждой самки разная история самок я брал молодых то есть они были без брака и вот ситуация развивается как вот эта самочка сделала первую кладку 4 яйца вылупилась вот у нее два птенца эта самочка сделала первую кладку тоже 4 яйца 2 птенца вылупилась это у них 3 я подселил теперь а эта самка до сих пор ни одной ни одной кладки не сделала вот она сидит вот так весь день сидит потом залазит в гнездо вот я этом гнездо установил я это сделал из бумаги вот так закрыл чтобы у нее уютно было но здесь уже пошла самка на вторую кладку вот это на вторую кладку пошла а это еще даже не собирается вот как это объяснить я не знаю это уже я так по я полагаю что это особенности канарейки ну как бы ее физиологические особенности или способности или можно сказать даже недостатки скорее всего это будет ее недостатки так что вот пожалуйста если вы берете молодую самку у заводчика там и в каком-то питовнике то это не есть прям показатель стопроцентного успеха потому что я ранее видео говорил из десяти самок хорошими самками получается где-то примерно 45 самок это вот факты то есть это все из как на реальных событиях вот и сейчас мы имеем прямое тому подтверждение что вот одна самка ни одного яйца кстати а здесь эта самочка уже пошла на вторую кладку у нее кстати сегодня вылупились птенцы прям сразу два вылупилась и у нее общая кладка составила 6 яиц вот 2 кладка 6 яиц по поводу оплода я не светил побоялся думаю вдруг лопнет яичко в руках и будет жалко не светил но яйца так если смотреть все были матовые посмотрим еще пару дней подожду там должны все по очереди вылупиться попробую сейчас я вам показать что вот здесь вылупились одновременно два и еще четыре яйца осталось но обычно по одному вылупляется а если яйца отбираете то могут тогда если вы яйца отбираете потом кладете на под канарейку то могут все одновременно вылупиться но я не отбирал вот они уже даже успели обсохнуть вот видите два птенца кстати опять просит есть надо будет последить за этой парой первое время потому что первую свою кладку они начали кормить с третьего дня видно вот вам да два птенца еще четыре яйца но вот если яйцо под птенцом по цвету вроде похоже на оплот потом вот сверху слева тоже похоже на оплот а вот который ближе к низу и правая похоже наверное будет пустое она ведь какого цвета светленькая непонятно ну по цвету можно конечно ошибиться но приблизительно можно сказать такие вот новости видите сразу как только поставил гнездо самка сразу села в этом плане она умница кстати о новостях у меня на канале появилась кнопка спонсировать желающие помочь каналу в развитии ну так сказать стать спонсором канала всегда можете нажать кнопку и принять участие в развитии канала там для вас будет доступной функции будете первые смотреть интересные видео без очереди ну и вас будет возможность всегда позвонить мне по номеру телефона проконсультироваться задать наиболее важные для вас вопросы непосредственно по телефону так что друзья нажимайте кнопку спонсировать будем вместе развивать камероводство хочу обратить также внимание что нажатие кнопки сугубо добровольное дело если вы ну если у вас нет желания нажимать кнопку кто не заморачивайтесь просто подписывайтесь рекомендуйте канал друзьям знакомым и будет все у нас хорошо также хотел еще небольшое замечание сделать вот по поводу того момента когда отсаживать птенцов вот эти птенцы мои я за ними наблюдал они этот раз вышли довольно таки рано они на 20 день примерно покинули гнездо обычно птенцы дольше сидят вот сейчас вы сейчас есть как раз пример вот вот эти соседи что здесь сидят они вот никак не хотят гнездо покидать еще сидят яйца пачкают так вот они покинули гнездо на 20 день и у меня была возможность за ними наблюдать то есть я ставлю допустим мягкую мягкий корм ставлю смотрю что самец ест птенцы подходят принимают участие сперва они каким-то образом там что-то пытались клевать перебирать потом смотрю один пробует кушать получается другой пробует получается то есть я заметил что они на 21 22 день уже стали сами пробовать пищу то есть это уже гарантия того что если вы отсадите птенец будет кушать сам ну и будет все у него хорошо просто часто бывает такое что птенцу даже на 25 день он еще сидит в гнезде а к 30 дню он только-только выходит из гнезда и он еще в принципе не умеет пользоваться своим клювом он только умеет его открывать и просить а чтобы спуститься в кормушку и покушать он не знает вот это тоже обращайте на это внимание чтобы не было недоразумений неприятных также я замечал что они с большим интересом и с аппетитом помимо мягкого корма также клевали обычную классическую эту зерносмесь сухую то есть я полностью уверен что это парочка птенцов умеет самостоятельно кушать а это для них в это время очень важно то есть умеет кушать выживет и будет хороший кенар там или допустим канарейка в общем друзья учитывайте все нюансы потому что канароводство основывается на очень многих нюансах казалось бы в принципе все просто но все равно нюансов много мелочей важных тоже много подписывайтесь на канал продолжение следует и до скорой встречи до скорой встречи